И друзья, совсем скоро я создам новый аккаунт, мой новый проект, и мы с вами договорились, что я буду делать колоду с королевским гигантом. Его недавно бафнули, и он реально приобрел такую популярность, и он стал очень мощным. Поэтому я хочу его попробовать снизу, поднять наверх, посмотреть, что получится. И сейчас в поисках колоды. Я не нашел такую универсальную деку, чтобы вах прям выстрелило, и все с ней играли. Но я нашел две, на мое мнение, самых актуальных и подходящих для моего нового проекта. Вот первая колода, и вот вторая. Вот, точнее, вот первая, а вот вторая. Мне первая колода, на первый взгляд, нравится больше, но играть получается больше со второй. Ну да ладно, мы про колоды, может, поговорим чуть попозже на стриме сегодня, обязательно приходите, и подпишитесь прямо сейчас на канал. Но я сегодня хочу проверить одну карту, это варварская бочка. Вот такая вот колода, вот именно эта вариация, встречается очень часто, в Тиви-Рояль подбирается, вы можете сами там мониторить. Именно такая связка у топов очень часто встречается. Но я вместо варварской бочки брал бревно, потому что, ну блин, варварская бочка, вроде же как говно. Но загляните в Тиви-Рояль, очень много топов играет с ней, поэтому я хочу проверить, заменить ли эта карта бревно. И прокачаем ее сейчас на 13 уровень, потому что, ну ее тоже вроде как бафнули, да. Давайте проверим. Прокачиваем на 13 левел варварскую бочку, делаем скриншот по традиции. И вот такая вот у меня дека. Поехали в глобал, посмотрим, что же с этой картой произошло, что ее так стали все использовать, и реально ли она может заменить бревно. Что-то, ребята, не зашла мне эта колода, два раза проиграл, один раз Хогу, один раз Гигант Дремушкетера. Дело в колоде или дело в варварской бочке, не знаю. Давайте попробуем вот такую вот колоду, Корлевский Гигант с мортирой. И также здесь есть варварская бочка. Ну я не знаю, как-то с печкой не заходит мне. Прям, либо мне так не везет, либо я не умею играть, либо колода, ну, не совсем такая уж и рабочая. То есть, ну, против каких-то колод может легко, а против трех Мушкетов я вообще абсолютный ноль. Я даже урона толком не нанес, а мне две вышки снесли. Так, я думаю, не должна колода работать все-таки, как-никак. Корлевский Гигант, 60% к урону, должен же, блин, наносить много урона. А я вообще абсолютно только дефался и в итоге даже ни разу не выпустил Корлевского Гиганта. Поэтому я решил немножечко сменить колоду. Отличная банда Гоблинов со стороны соперника. Прям вообще идеально. Шикарно. Блин, я вот боюсь сейчас определиться с колодой, а потом реально это будет ошибкой. Помогите мне, пожалуйста, с идеальной колодой для моего нового проекта. Просто, не знаю, я, опять же, говорю вам, боюсь ошибиться. Вот с предыдущей колоды сыграл, я не смогу с ней играть против трех Мушкетов. Вот. А я хочу, чтобы моя колода, ну, хотя бы более-менее универсальная была. И я смог, ну, даже если и контр мне, ну, хотя бы сопротивляться. Это вообще без шансов. Так, с Пекой. Ну, вот смотрите, Печка бы вряд ли тут справилась. А вот Мортира вообще в тему будет. Смотрите, ставим Мортиру. Так, ставим Мортиру. Кидаем Копейщиков еще сюда. Вот так вот. Палач. Окей. Фаерболл на Палача. Тычка от Гиганта. И остается 200 хитпоинтов. Нам надо Палача убрать. Так, здесь мы Пеку поставим. Так, шикарно. Так, здесь у нас летучие мыши. Смотрите, я считаю, что у него контр мне, да? У него Палач, у него Пека. А у меня в основном Мусор и Королевский Гигант. Больше ничего нет. Ну, кроме Мортира. Мортира меня тащит. Вот. А если бы Мортиры не было, мне кажется, он бы меня в сухую выиграл вообще абсолютно. Блин, он задолбался своими фаерболлами наперед. Так, здесь давайте Копейщиков. Надо было не... Сука, еще и запслыл. Так, ну ладно. Ладно, ладно, ладно. Теперь 200 хп мы же добьем фаерболлом, да? Да, добьем. Давайте Королевского Гиганта на эту сторону. Понеслась. Так. Так, как бы его... Ну, сейчас он Хога если выпустит, надо поставить Мортиру. Так. Мини Пекка за Гигантом. Блин. Честно говоря, хрен знает, как вот это дефать. Давайте Варвара кидаем. Кидаем Варвара. Он должен сзади. С-под тышка. С-под тышка. Так, отлично. О-о-о. Печалька. А нет, че, печалька. Мы убили Палача. Мы убили Палача. А, ёпта, мы не убили Палача. Ну ладно, сейчас убьем, не волнуйтесь. Так, тихо. 55 хп, отлично. Мы добили. А-а-а. Ставим Королевского Гиганта сюда. А-а-а. Наносим сейчас просто бешеный, Вася. Урон бешеный. Э-э-э. Так. Э-э-э. Тихо, 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 тихо. Чтобы фаерболом он не добил. Остается 7 секунд. А мы ему почти сломали и справа вышку. Шикарно, ребят. Ну, эта колода мне, конечно, нравится немножечко больше. Но, опять же, первое впечатление, но всегда обманчиво. Всегда, ребята, проверяйте колоды. Просто я... Мне надо очень четко проверить колоду, потому что я буду вливать в нее немаленькую сумму. В плане доната, там, прокачивать ее и прочее, да. То есть мне надо будет определиться, так как я не смогу потом ее изменить. Я буду прокачивать одну деку. Поехали, еще две каточки хотя бы сыграем, потому что... Опять же говорю, это только первое впечатление. И оно может быть обманчиво. Ну, давайте Королевский Гиганта попробуем. А что это, наверное, Мартира или, не знаю, или Тремушкетер. Или Гигант с двумя принцами. Ай! Так, ну давайте, вот бочка. Ну что, она убьет? Убила гоблина, ну прикольно. Но все равно, блин, бревно есть бревно. Что, Хок пойдет? Нет. Так. Ну, это, скорее всего, Мартира. По всем вот этим признакам и всем наличием карт, похоже на Мартиру очень сильно. Так. А нет, это все-таки Гигант. Это все-таки Гигант 2 Принца, скорее всего. Скорее всего. Так. Куда Мартиру ставить? И ставить ли ее вообще? Так. Мини Пека. Минус Темный Принц. И давайте минус Копейщиков. Так. А чем он дефал моего Гиганта? Я уже забыл. Вот он, его Гигант. Да, там 2 Принца. Фак. Давайте запускать бочку. Так. Копейщиков. Так. Хорошо. О! Блин. Он стычки уничтожил. Пу-пу-пу-пу-пу-пун-пу-пу-пу-пу-пум-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пум. Так, ну давайте попробуем мини Пеку, пока они разгон не набрали. Минус 1 Гигант. Ой, минус 1 Принц. Так. Здесь банду Гоблина вот так кидаем. Блин. Плохо. На самом деле, я не должен был атаковать. Вот. Надо было уходить в деф. Ну да ладно, ладно, короче, случилось и случилось, минус вышка. Так, 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 блин, как же, как же его затащить-то? Давайте ставим королевского гиганта, здесь летучих мышек, варвара ещё наперёд, наверное, может и не надо было варвара. Варвар бьёт, бьёт, отлично, здесь мини-пека, сука, сейчас мини-пека умрёт из-за Тёмного Принца. Так, здесь копейщики, здесь банда, как много всего. Слушайте, а у меня что, нету разряда, там ничего такого вообще? Нет, такая колода мне не подойдёт, однозначно, к сожалению, но нет. Этой колодой я, ну, я может, я могу вот с ней немножко поиграть, да, но прокачивать эту деку я однозначно не буду, потому что, блин, я только сейчас заметил, у меня-то с толком и сплошь урона нету. Вот, зачем он копейщиков именно туда слил? Так, ну, давайте мортиру сюда поставим. Так, банда гоблинов, не, не успею. Да, этой колодой я сливаюсь. Короче, ребят, не, я не уверен, что варварская бочка заменит бревно. Абсолютно не то. Может, у меня, я не то что-то делаю, ну, хотя, да, я её сливаю на принцев. Но всё равно, ну, мне не нравится, бревно намного лучше. Но отталкивает юнитов, а варварская бочка не отталкивает. Давайте последнюю колоду попробую. Тут без варварской бочки, это чисто тест для моего твинка. Помогите мне, пожалуйста, с колодой королевским гигантом. Прям нужна супер колода, которая будет, в принципе, отстаивать и деф от любой колоды. Потому что, вот, с громоверцем, да, которая была перед мордирой колоды, я проиграл трем мушкетам. Опять же, я даже, блин, даже ничего не мог сделать и весь бой дефался. А бывает такое, что я играю, да, выиграл и даже не почувствовал, что там играл против меня кто-то или нет. Вот я хочу какую-то такую универсальную деку. Вот. Ну вот, в принципе, с вышибалой мини-пикой неплохая. Но было такое, что я, короче, как-то слился, и мне она вообще не зашла. Бля, просто жесть. Просто жесть, смотрите. Давайте ставить королевского гиганта, чтобы духи просто так сейчас не пропали. Так. Ну давай, у тебя шарда миньонов. Стоп, хок, хок, фриз и кладбище. Ой-ой-ой, банда гоблинов. Что ж так мне не везет? Опять минус вышка. Блин, какой-то... Какой-то корялый все равно, коргигант. Блин, но я все равно буду записывать, наверное, делать твинка с ним. Но мне надо колода. Мне нужна колода, которая прям будет универсалочка. Хотя, опять же, вот эта дека неплохая с мини-пикой и вышибалой. Я думаю, что просто нужно к ней приловчиться. Вот. Против меня просто какой-то додик играет, поэтому я слил вышку случайно. Честно, случайно это... Сто процентов. Так, ну тут мы принцессу убьем так. Так, 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 так. Нам надо, чтобы как-то две вышки сагрилось на... К этому. Так, здесь лучницы. Но у него не получится запрезить все. Так, шикарно. Он слил кладбище. Поэтому сейчас... Опа. Так. Так, 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 так. А чем он дефал моего королевского гиганта? Я уже забыл. Поехали добивать вышку его. Так, здесь надо разряд. Разряд можно было бы и по вышке, конечно, зацепить. Так, еще тычку, еще тычку. Найс. Блин, ну королевский гигант, конечно, урона дохерища вообще. Минус башня. Окей, мы сравняли счет. И учитывая то, что я проигрываю какому-то... Бля, не попал фаером. Ну ладно. Это не так уж и страшно. Вышибало. С краю карты. Печечку поставим. Вот так печечку. Печечку поставим посередине. Бля, это что так сложно? Я не понимаю. Реально, меня это напрягает немножко, что... Я не могу так вот взять, поставить королевский гигант и просто выиграть. Знаете, а именно хочется так сделать. Не хочется играть, тут что-то думать. Сейчас будет фриз. Ну мы кинем фаер такой вот. Оп. И все. Так, прекрасно. Все прекрасно. Кидаем сюда королевского гиганта. Давай банду гоблинов. Вот так вот разряд сливаем. Ну и кургик каких-то тридычки сделал, да? В принципе, достаточно. Вышибалу с краю карты. Мини пека. Ёпта. Вот сейчас будет мега сложно. Супер. Дабл сложно. Трипл сложно. Давай, 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 давай. Давай задефались. Ёпта. Ребята, как же сложно. Я вам отвечаю. Здесь давайте печка. Печечка, печечка. И королевский гигант успеть. Успел. Так, готовим банду гоблинов на... Ой. Разряд на банду гоблинов. И последняя тычка победная. Пацаны, короче, не знаю. Не знаю я. Начинаются у меня какие-то сомнения. Но мне кажется, просто я привык к голему. И поэтому не могу играть с королевским гигантом. Но я буду искать. И все равно кургик, он мощный. Просто надо такую интересную колоду под него подобрать. Я еще спрошу своих бустеров. Может, они что-то знают интересное. Эта колода мне понравилась больше, чем эта. Именно в этом ролике. А вот недавно эта колода заходила на стримах больше, чем эта. Поэтому хер знает, как не ошибиться. Ребята, будет еще голосование 100%. И по поводу варварской бочки. Мое мнение, она не заменит бревну. Не заменит. Если ей сделают больше дистанцию, тогда, возможно, да. Либо хотя бы, чтобы она отталкивала юнитов. Тогда, возможно. А так, сырая карта. Мне не нравится. Спасибо вам за просмотр. Мне кажется, я ее зря только прокачал. Хотя, пускай будет. Возможно, найду ей применение. Подписывайтесь. Завтра, послезавтра уже будет стартовать мой новый проект. И, возможно, даже сегодня первое видео будет из одной... Из одних моих новых рубрик. Одна из моих новых рубрик будет. Спасибо вам всем. Подписывайтесь. До новых встреч. Скоро увидимся, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok